Приветствую! Сегодня я с хорошей новостью. Правда, хороша эта новость только для тех людей, которые решили развестись. Развод в Украине онлайн теперь возможен. Долгое время это было невозможно, потому что суды требовали при подаче иска о расторжении брака подать оригинал свидетельства о разводе. Естественно, как подать бумажный оригинал онлайн? Это невозможно. Но теперь есть постановление Верховного Суда, в котором Верховный Суд сказал, что подавая заявление на развод, вы можете приложить к нему копию свидетельства о браке. И такое заявление должно быть принято судом и, соответственно, рассмотрено. Как развестись в военное время? Развод в военное время ничем не отличается от развода в мирное время. И если мы говорим про развод онлайн, то можно сказать следующее. Развод через суд. Развод онлайн возможен только через суд. Через РАКС развестись онлайн невозможно. Чтобы развестись, есть по сути два способа. Способ первый. Естественно, нужно написать заявление о разводе. Пишется оно в виде иска о расторжении брака. Образцы такого иска можно найти на сайтах соответствующих судов. Далее. Данный иск можно теперь подать двумя способами. Первый способ. По электронной почте. То есть вы пишете иск, подписываете его электронной цифровой подписью и отправляете на почту суда, который и будет в дальнейшем рассматривать. Если у вас есть согласие супруга на развод, то супруг, соответственно, после того, как иск о разводе будет принят к рассмотрению, должен подать со своей стороны заявление о том, что он не против развода. При этом такое заявление также может быть направлено на электронную почту суда. Естественно, это заявление должно быть подписано электронной цифровой подписью другого супруга. Второй способ. Это электронный суд. В описании к этому видео есть ссылочка на сайт электронного суда. Вы можете зайти туда и через электронный суд подать соответствующее заявление. То есть вы подаете заявление о разводе, супруг в дальнейшем, либо супруга, да, заходит туда и там тоже подает заявление о том, что он, либо она не против развестись. И вот таким образом вы можете развестись без присутствия мужа, без присутствия жены онлайн. В тех же случаях, если между супругами нет согласия о том, что они разводятся, да, все равно подать иск по почте, либо через систему электронный суд можно. А дальше вы будете подавать заявление о том, что вы просите суд провести заседание суда дистанционно. И, соответственно, находясь там за рубежом где-то, находясь в Польше, в Германии, неважно. Вы заходите через систему электронный суд, авторизуетесь с помощью электронной цифровой подписи и принимаете участие в судебном заседании онлайн. Обратите внимание, что для того, чтобы подать заявление на развод онлайн, обязательно наличие электронной цифровой подписи. Ее можно как отдельно сгенерировать, например, через PrivatBank, а также можно воспользоваться сервисом DiaPitPys. Сколько стоит развестись? На сегодняшний день за то, чтобы подать заявление на развод, нужно оплатить судебный сбор. И сумма судебного сбора составляет 1073 гривны 60 копеек. Ну и напоследок, для того, чтобы все прошло гладко, я вам подготовил текст, который вам нужно скопировать и вставить в ваше исковое заявление. Данный текст размещен в описании к этому видео. Вот просто его скопируйте и вставьте там где-то ближе к концу вашего иска. Там мы пишем о том, что есть соответствующее постановление Верховного суда, согласно которому не обязательно подавать оригинал свидетельства о браке. Дело в том, что Верховный суд принимает достаточно большое количество постановлений и суд может не знать о том, что есть такая постанова. Вот даже в мире адвокатов, да, скажем, узнали о этой постанове там спустя какое-то время, да, а не сразу. Несмотря на то, что там есть сервисы, которые мониторят судебную практику, но узнаем мы об этом все равно с некоторой задержкой. И вот для того, чтобы суду указать, что есть такая правовая позиция, для того, чтобы суд не оставил ваш иск о разводе без движения, да, нужно написать вот эту часть. Вы просто ее копируете и вставляете в свой иск. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал и вы найдете там много полезной информации. Также подпишитесь на мой телеграм-канал, где полезной информации еще больше. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.